Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzongame. И сегодня у нас будет обзор открывшегося буквально вчера проекта, который называется Asgard Altis Life. Ну и этот обзор будет, наверное, проходить немножко не в стандартной для моего формата форме, а более в игровой. До этого я сюда позвал своего друга Тимурку, чтобы побегать и посмотреть. Ну а почему он будет краткий и нестандартный, вы, наверное, поймете позже, ну или, по крайней мере, мы этого коснемся. Ну и давайте будем пробовать заходить на этот проект. И уже на первых минутах понятно, что это за сборка и что она из себя представляет. Достаточно старенькая сборочка, но она достаточно уютная. Я ее показывал уже, наверное, вот раза четыре-то точно, данную сборку, данную карту. Ее отличие это благоустройство точек сбора ресурсов, точек продажи ресурсов. В общем-то, вот это и все. А в остальном это классический стандартный Altis, без всяческих изменений. Здесь же стоит сразу же банкомат. Смотрим на подъемный, они составляют 15 тысяч. Ну, экономики коснемся чуть позже. Банкоматик вы сейчас видите. Немножко накидано текстурок. Одна из особенностей, что здесь лицензии покупаются на огромном расстоянии. Можно еще отойти назад метров на 15, и все равно будет взаимодействие с этим магазином лицензий. Сам набор лицензий обычный, вот абсолютно обычный. Ничего здесь нельзя сказать, добавить или еще что-то прокомментировать. Водитель категории Б, дальнобойщик, домовладелец. Ну, все стандартно. Также здесь на этой уже участке расположен и магазин плодово-овачных культур. И вот здесь уже немножко перелопачено. В изначальной сборке такого нет, но здесь стоит аптека вот напротив. По крайней мере, на тех сборках, на которых я бывал, такого не было. Вот изменение ковалы коснулось вот этой вот части. Сразу же бросается в глаза, что вот в этом месте убрали высотное здание. Здесь вот, если знаете, стоит по стандарту высотное здание. Там, по-моему, пятиэтажное, что ли. Ну, и вот изменения, которым подверглась ковалы. И вот, наверное, и все, что я могу сказать про этот проект. Потому что все остальное на этом проекте абсолютный стандарт. Каких-то уникальных решений, интересных, необычных механик или каких-то красот этой карты мы не увидим. Это вот обычный клон, которых на просторах интернета огромное количество. И только я могу показать, наверное, четыре-пять обзоров данного проекта. Ну, с минимальными, естественно, изменениями. Вот сейчас в правом верхнем углу выскочат ссылочки на обзор, можно сказать, даже этого проекта. Потому что та же самая карта и те же самые объекты, иконки и все-все-все. Но там я рассказывал об этом более подробно. Поэтому, если интересно, посмотрите. Ну, а я раз уже зашел сюда, то, наверное, не будем терять времени. И хотя бы просто побегаем, посмотрим хоть на что-то. Куда ты, жопа, побежал-то? Ай ты, красный, красный, красный. Дарев. Дарев. Брать бандит. Ну, че, как тебе? ФПС, кстати, здесь нормальный. Ну, так смотри, тут изменений вообще практически нет. Вот поставлен кусочек танового в середину, и все. А это таново, что? Ну, хижины-то, станово. Пошли, че, вон, бери эту самую, деньги вон в банкомате снимай. Иди, бери, вот, денежки здесь твои лежат. Если ты сейчас чего-то говоришь, то я тебя не слышу. Да, ты губами что-то набормотаешь. Ты-то хоть меня слышишь? Если слышишь, покивай головой. Ага, ты меня слышишь, я тебя нет. Зайди в ТС-ку и перезагрузи плагин. Че, не получается ничего? Че? Это потому, что ты деревянный. А что я могу тебе еще сказать? Странно, что ты меня слышишь. Значит, у тебя что-то с микром. Смотри, где у тебя микрофон отошел. Потому что, если ты меня слышишь, значит... Алло, алло, алло. О, молодец, смотри, ты догадался. Вот это ты вообще... Кнопочки тут жал, там. Ну, молодец, ну ты вообще. Иди, бери лицензии вот тут еще. Есть лицензия корейского водителя. Да я уже испугался, блин. Да ты не бойся, это обычная лицензия. Иди, бери. Водилы брать? Куда ты пошел-то, ебенка, тебя насрать? Это продуктовый. Да вот здесь же они, вот они, вот туда иди, вот, 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 вот. Ты же все облазил? Да как, а что тут лазить-то? Это стандартная сборка, блин. Что брать, все брать или что? Возьми водителя, самого дальнобойщика и простого водителя, и хватит пока. А пилот? Какой из тебя пилот-то, нахрен? На тебе же написано, ех, бля, пиздес. А лицензия на оружие? Да, да, тебе она больше всех нужна, блин, в сильных трусах-то стреляться будешь. Водитель, дальнобойщик и все? И все пока, да. Камень у тебя на голове, блин, пошли, говорю. Киркой работать не будем? Нафиг нам кирка. Так, давай смотреть, что здесь есть. Сейчас пойдем машину покупать. Ядрен, батон, какие древние иконки-то, епарный бабай. Я думал, мы тут, типа, эти, как там, древний, древний, древний мир, типа. А, ну как, ты по названию, да, повелся? Ну да, да. Так, автомобильный магазин, я нашел его. Поехали, побежали. Подожди, сообразить ты куда? А, ну я понял, где это стоит, да, я понял. Побегели. Ну и вот он, магазин автомобилей, легкового транспорта. И как вот я сказал в самом начале ролика, да, что данный проект относится к разряду клоновых островов. И посему, наверное, и набор автомобилей здесь точно такой же клоновый. Надо, правда, упомянуть, что к данной сборке еще идет дополнительный пак автомобилей. И вот надо качать, он идет как зависимый мод. Ну, то есть вы качаете мод этого проекта, и к нему есть зависимый мод. Вот именно с машинками. Наверное, по этой причине здесь большое количество автомобилей. Ну, в общем-то, автомобили все такие, знаете, обычные. Вот. Ну, я не говорю, что они плохие или какие-то там. Ну, они вот обычные. То есть, которые можно встретить на большинстве схожих клонов, клоновых островов. Нет, они неплохие, в общем-то, обычные машинки. Но их вот такое вот огромное количество. Много VIP-овских машин, что, на мой взгляд, слишком уж амбициозно. Но это мое мнение, поэтому на это можно и не обращать внимания. Ну, а в целом, вот что-то увидеть уникальное, интересное такое, ну, мы, наверное, здесь этого не увидим. Машинки достаточно стандартные, которые, в общем-то, распространены уже на просторах интернета. И вот здесь их набрали огромное количество, что, в общем-то, даже и неплохо. В общем, есть выбор, да. Ну, только что, как я сказал, ничего удивительного, такого уникального, конечно же, здесь мы не увидим. Ценовой разброс в данном магазине тоже огромный и мне пока не особо понятный. Есть машины и за 2000, есть и за 150 тысяч. И, ну, модельный ряд и ценообразование, ну, на мой взгляд, не везде какое-то адекватное. Ну, а пока я лазил в магазине, моего друга Тимурку выкинуло с сервера, поэтому пришлось его немножко подождать. Так нам какая разница? Надо, главное, добраться до магазина грузовиков. Ну, поехали. Подожди, поехали. Так этот самый, найди его сначала. Я что-то не могу найти его на карте. Вот двоечник, без меня ничего не может найти. Ну, блин. Сейчас. Ну, чё, нашёл? Так написали, что нифига ничего не видно. Да, всё сливается, нафиг. Доисторические иконки, блин. Я вообще не могу понять, где этот магазин нужен. Если старая сборка, то в Пиргасе не ездит. Я вот и смотрю, в Пиргасе, но чё-то здесь нет ни хрена. Нашёл, ядрём батон. Да, в Пиргасе. Чё, ехали. А я забыл, как вылазить. А крутишь штучку такую специально на мышке? Куда ехать? Пиргас, Пиргас. Подожди, GPS надо купить. Зачем нам GPS? GPS для слабаков. Как я буду ехать? Едь прямо. Нам сейчас на федералку и по ней дубасе. Всё, чё ты. Как тебе аппарат? Тарахтелку купил. Ладно, Пиргас нас ждёт. Она выжимает 287, так что не стесняйся, жми. А я смотрю, приборка-то мёртвая, да? Не работает ни хера. Если я ещё первое лицо включу, мы точно умрём. Не, давай, не включай, я буду лучше на твоё первое лицо смотреть. На минутку попробуй от первого лица посмотри, у тебя будет, оживёт, нет приборка. У меня она мёртвая. Мёртвая? Она не едет. Чё ты сказал, 270? Тебе говорю, она 270. Ты турбо-то жмёшь? А как я буду говорить, турбо жать? А вот видишь, вот, значит, проблема-то не в машине, а в тебе. Ну, а дальше, друзья, Тимурку в очередной раз выкинуло. И я должен сказать, что по протяжению этого геймплея его будет выкидывать несколько раз. Но это не проблема сервера, это проблема именно компьютера Тимура. Ладно, ещё что, придётся ждать его. Как раз заправка здесь. Пойдём посмотрим, что на заправке есть. Пока Тимурка... А, мне показалось, там город какой-то. Пока Тимурка подсоединится по новой. Так, надо взять фляжку. Добавить в корзину. Надо Тимурке тоже взять фляжку сразу же. Потом наберём воды. Вот, он опять подсоединяется. Видите, есть такая проблема. Выкидывает не только Тимурку. Вот мы видели, машина стояла. Тоже, видимо, человека выкинуло. Потому что машина стояла заведённая, а человечка не было. Видимо, выкидывает. Но это ещё от пинга зависит. Тимур скорее играет, поэтому... Скорее всего, из-за этого. То, что если человек далеко от сервера, то вполне возможно такой так купить содержимое. Ну, а в общем-то, что здесь? Больше показывать-то нечего. Такой вот ремонтный набор надо взять. Так как с Тимуркой ездить опасно. Возьмём. Вот ещё кто-то подсоединяется. Наверное, тот, которого выкинуло. Вот он подсоединяется сейчас. Арак Луис. Ну, переработчик стоит. Это что у нас за точка здесь? Это сборочку, я знаю. Она достаточно древняя такая. Так. Что это у нас такое? Очистка нефти и бензина. Ну, а соответственно, скорее всего, что на заправке можно продавать этот бензин. Давайте посмотрим. Ну, да. Вот бочки. Ну, это такая, да, старенькая сборочка, где можно продавать на заправках бензин. На самом деле, мне это не особо нравится. Потому что при живой экономике это имеет смысл. А вот при экономике, в которой ты продаёшь в никуда, ну, это такое себе. Да, ну, прикольно, конечно, но такое себе. На этой сборке мне нравится то, что вот все точки переработки, они выглядят вот таким вот образом. Когда-то эту карту вот так вот облагородили, и вот везде на всех переработках стоят вот такие вот, типа, заводики небольшие. Сейчас мы будем проезжать тут продажи патронов, по-моему. Тоже стоит заводик. Ну, сделано прикольно. Прикольно, но, к сожалению, это старость. Это нафталин. Это, ну, старая сборка, старая. Тут, в общем-то, я её показывал уже, наверное, ну, вот если не соврать, раз в пять я уже показывал эту сборку. Даже, в принципе, можно перечислить там, как они назывались, которые у меня есть обзоры на эту вот именно сборочку. Ну, вот точки всё-таки, да, это плюс этой карты, потому что, ну, все точки продажи, переработки, они здесь облагорожены. Это вот единственный, наверное, плюс этой сборки. Больше я тут такого особого отметить не могу. Ну, и вот ковалу вы видели. Я её сейчас показывал. Ковала, ну, нет там ни хрена, в общем-то. В этом есть плюс, что такая вот переделка ковалы, минимальная, да, она не сжирает FPS. Ну, а с другой стороны, в общем-то, если вы зайдёте в синглплеерную версию этой игры, то то же самое и увидите. Ну, почти то же самое. Поэтому, ну, бог его знает, палка о двух концах. С одной стороны, вот я приветствую всегда вот такие вот переделки. Ну, симпатично смотрится, да, когда вот вы приезжаете, и вот такой вот станочек стоит не в чистом поле, а вот хотя бы вот такой вот есть антураж завода. Жаль, конечно, что это всё, ну, как бы декоративное, картонное, с этим нельзя взаимодействовать. Это просто вот, ну, модель, декорация, к сожалению. Если бы это ещё открывалось, там, вот эти вот синие ворота, например, можно было бы открыть, туда зайти, но этого нельзя. Вот, люди потихоньку заходят. Наверное, те, кто повыкидывал, один, вот уже полицейские, смотрю, есть, а может быть, медик. Майкл О'Нейл. Ну, и где же наш Тимурка? Сервер вот только-только открылся. Было написано, что мод уже появился. Через час открытия мы вот с Тимуром и зашли посмотреть, что же здесь такое. И на самом деле-то смотреть особо и не на что. Уж не знаю, к счастью или к сожалению, но подобных проектов, ну, просто море морское на просторах интернета. Большинство из них уже, конечно, позакрывалось. Только из моих обзоров можно вот эту сборку посмотреть, наверное, раза четыре или пять. Ну, хрен его знает, что мы здесь увидим. О, нас уже четверо. Ну, погнали. Хорошая, хоть машина не ломается, а то мы давно бы убились уже. Пока ты перезаходил, я уже и бинтов купил, и ремкомплект взял. Да? Просто я понял, что с такой ездой, как у тебя, нам это все понадобится. У вас слышу. Когда смеюсь, я слышу. Что-то надо далеко ехать, я уже устал. Надо на рекламу. Да, с такой скоростью нам еще долго ехать. Да, может, на Аэро... О, слушай, пока мы едем, посмотри, в Аэро есть магазин этой авиационной техники? Авиационный, да, есть. О, нас сейчас заскочим, посмотрим, что она стоит. Магазин картинга. Вип-авиация. Ну, и вот, друзья, тот самый авиационный магазин, в котором мы с Тимуркой заскочили по пути в Пиргас. Заскочили сюда, чтобы посмотреть просто, какое здесь ценообразование. Я уже показывал автомобильный магазин, да, с ценами. Ну, и вот цены на летную технику. Сама же летная техника достаточно скромный наборчик. Вообще, после проекта Иркутск-38, который вот у меня был на канале, и было огромное количество летной техники, там просто огромное, действительно, количество летной техники, я это показывал. Кроме того, проекта я больше нигде не видел, чтобы было такое приличное какое-то соотношение летной техники по сравнению, например, с автомагазином. Нет, тут тоже очень скромно, но здесь есть интересные покраски, которых я не видел. Покраска в казахский флаг, покраска в украинский флаг, российский флаг, американский флаг. В общем, вот таких вот раскрасочек я не видел. Здесь они добавлены, правда, они за випки. А зачем? Нам грузовую надо же. Еще один авиационный магазин есть. Да, так мы уже один проехали, блин. Да? Оказывается, их не один, не только в Пиргасе, а еще на трассе здесь стоял один. Кстати, надо вернуться туда, зачем нам туда в Пиргас-то ехать? Ну, давай. Че, приехали? Да, вот он, магазин-то. Ну, мимо него уже, видишь, проскочили. А-а-а. А, точно, а на старом же месте ж? Вот так надо парковаться. Ну, ты ближе парканись, а то не слышно, как разговаривать. Ты сиди, нафиг, не вылезай, а то еще его опять выкрутите. Ну, и вот еще одна точка нашего с Тимуром посещения. Это магазин грузовой техники. Как я и ожидал, ничего интересного мы здесь не увидим. Опять же, большое количество машин. Из плюсов, вообще, в принципе, из плюсов этой сборки, то, что рядом с каждым магазином стоит банкомат. То есть, бегать вам не придется. Ну, а машинки вот, ну, вот такие вот они машинки. В общем-то, как и про легковой транспорт, так и про грузовой, говорить особо-то и нечего. Машинок много, машинки есть, но увидеть что-то интересненькое, ну, не увидимое. Здесь ничего интересненького. Достаточно стоковые, уже заезженные модельки, которые, в общем-то, встречаются, ну, очень часто. Это и этот вид транспорта, этот набор можно увидеть очень часто на огромном количестве проектов. Из интересных, здесь только один последний добавленный какой-то автомобиль, ну, не какой-то, вернее, это Мерседесик. Вот он единственный, который выбивается здесь из этой вот плеяды достаточно стоковых грузовичков. Ну, в общем-то, вот и все, что можно про этот магазин сказать. Ну, и вот этот Мерседесик, который, в общем-то, вот радует глаз среди этого скопления автотранспорта, которого, в общем-то, ну, не смогу я вас, наверное, удивить. Блин, ну что, пускать тебя в машину надо? Сейчас, подожди, я потише сделаю. Да, как, б-б-б-б-беруши надо одеть. Я потише тоже сделаю, очень шумная машина. Блин, а где беруши? Не знаю, я в настройках просто звук убавил, я не знаю, где есть беруши. Просто вопрос-то в другом, а будем ли мы с тобой фармить? Что-то вот у меня особо-то желания нет. Ты же знаешь, что я вылечу, только ты будешь фармить. Да, в том-то и дело, что все граммутается. Фарм тоже сам этот старый. Да, так и здесь и точки все старые. Здесь из нового вот полотно какое-то странное. Я такой полотно первый раз вижу. Ну, дорожное полотно. Видишь, какой? Чем это на корабле? Так это и есть корабль. А так вот, ну, поездить, что-то посмотреть, так здесь и смотреть-то не на что, блин. Ну, а фарма, ты, ну-ка, вот кого мы удивим фармом, да? Я не думаю, что здесь что-то интересное. Опять обрыв связи. Ну, Тимурка, ядрен ты батон, а? Все, отсоединился. Все пропадет. И вот на этом вот, друзья, Тимурка, мой друг, отсоединился в последний раз и больше уже не заходил. Но его душа и гнусное тельце осталось у меня в машине как напоминание о том, что не бери с собой на обзор человека с конченным компьютером. Он так и сидел до конца в этой машине. Ну, а мне оставалось дальше следовать одному. Но смотреть на этом проекте, в общем-то, не на что. Магазин вещей я даже показывать не буду. То есть, шмотки я зашел, посмотрел, но тратить на это время даже не хочу. Шмотки стандартные, как вот с магазинами машин, вертолетов. Ну, вот все то же самое. В общем-то, это все вы можете увидеть на абсолютно любой сборке. Нет смысла тратить на это время. Сразу же перейдем к фарму. Просто посмотреть, какой же здесь процесс сбора ресурсов. Ну, и, в общем-то, на этом, наверное, будем заканчивать. Ну, а сбор ресурсов вы сейчас его видите. Это обычная, тоже принадлежащая, в общем-то, достаточно древним сборкам. И, на мой взгляд, не самая удачная версия по сбору ресурсов. Но тут мнение игроков расходится. Мне писали, я уже об этом говорил, что вот есть люди, которым нравится махать киркой, чтобы появлялся какой-то визуальный объект. Потом надо идти к этому объекту, этот объект поднимать, вот как вы это сейчас все видите. Потом этот объект надо нести в машину, перегружать. Ну, кому-то это нравится. Мне, например, нет. Ну, это мое мнение. Ну, мне вот не нравится. Потому что я не люблю работать. Действительно, не люблю работать в игре. В игру я захожу играть. И я всегда говорю, пускай работает персонаж, за которого я играю. А вот когда меня заставляют манипулировать кнопками, перебегать с места на место, мне это не нравится. Ну, это мое мнение. И каждому, наверное, свое. Кто-то любит вот такое, кто-то любит более простой. Ну, вот на этом, наверное, и все. Больше действительно на этом проекте мне показать нечего. В начале ролика я оставил ссылки на схожие проекты на этой же сборке, на этой же карте. Поэтому, если кому-то интересно более подробно, пожалуйста, перейдите, посмотрите. Ну, а на этом я буду, наверное, заканчивать этот то ли обзор, то ли геймплей. Я не знаю, как к этому относиться и как вообще это охарактеризовать. Ну, вот такой вот обзор у меня получился. Просто потому, что, ну, было бы скучно, если бы я зашел сюда один и без Тимура и что-то делал бы. Было бы очень скучно. Потому что сборка, ну, вот, ну, нечего здесь показывать. Она есть, она открыта. Пожалуйста, заходите, играйте, отыгрывайте свое РП, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok